Синолитики. Это новый класс агентов, которые удаляют старые клетки. К ним относятся два противоопухолевых препарата и два натуральных флавоноида. Кварцетин и фисетин. У мышей улучшают физическую функцию и увеличивают продолжительность жизни. Помогают в профилактике и лечении катаракты, остеопороза, потери мышечной массы, радиации, сердечной дисфункции, легочном фиброзе, стеатоз печени, диабет, деменция. На людях были уже исследования. Это был один синтетический препарат плюс кварцетин. И это улучшило легочный фиброз. Это лечение было в течение трех недель. А фисетин был более сильный, чем кварцетин. У старых мышей лечение подавляло возрастную патологию и увеличивало продолжительность жизни. На людях клинические испытания только начались, но уже признан безопасным. И также думают, что он может помочь пожилым людям улучшить свое здоровье. Так вот, например, кварцетин, он, например, замедляет старение в эндотериальных клетках человека. А фисетин уменьшал маркеры старения во многих тканях. Ну и, например, фисетин, он найден в яблоках, хурьме, винограде, луке, огурцах. Но больше всего его в клубнике. Хотя, конечно, в исследованиях на мышах дозировки были 100 и 500 миллиграмм на килограмм. То есть это все-таки большие дозировки. Поэтому все-таки, наверное, вот такой вариант на Айхербе есть, если так покупать. И, например, кварцетин. Но кварцетин, он лучше усваивается с бромелайном. Поэтому берите лучше, конечно, с бромелайном. Селен и коэнзим Q10. 48 месяцев длилось исследование. Пожилые люди, у них уменьшилось количество госпитализаций и улучшилось качество жизни. Улучшилось здоровье сердца, ну и больше жизненной силы стало. Селен был здесь в форме дрожжей. Потом, например, также следующее. Здесь также пожилые люди, мужчины, принимали селен 200 МКГ. И также из дрожжей было. И коэнзим Q10, 200 миллиграмм. Ну и это снизило смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшило сердечную функцию, воспаление, ну и окисление снизило. Поскольку это сильные антиоксиданты. Ну, например, вот также здесь. Селен увеличивал длину теломер. Уменьшал повреждения ДНК. И, конечно, это очень сильный антиоксидант. Ну и, конечно же, он очень сильно защищает от онкологии. И даже помогает в ее лечении. Также, например, коэнзим Q10 уменьшал некоторые признаки старения кожи. Уменьшались морщины. Ну и также улучшалась гладкость кожи. И дозировка была от 50 до 150 в день. Резвератрол. И его сравнивают с ограничением калорий. Которые также очень полезны и удлиняют жизнь человеку. Также резвератрол, он имеет антивозрастную активность. Замедляет старение и апоптоз. Он антиоксидант. Повышает активность теломеразы. У крыс шерсть становилась эластичной и гладкой. Кожа становилась эластичной, без морщин и провисаний. Также улучшалась память. И резвератрол, он был более эффективным, чем ограничение калорий против старения. Теломеры. Теломеры в возрасте, например, от 60 лет. Здесь смотрели. И у кого были короткие теломеры, у них смертность от болезни сердца была в 3,18 раз больше. А от инфекционных заболеваний в 8,54 раза больше. Также повышенный уровень гомоцистеина. Тесно связан с преждевременным украшением теломер. А для его понижения необходимы В-витамины. Особенно витамин В6, В12 и фалат. Ну и также просто недостаток витаминов группы В также связан с короткими теломерами. Витамин D необходим для поддержания длины теломер. У пациентов с ожирением добавление 2000 МЕ в день увеличило активность теломераза на 19%. С-витамин сохраняет длину теломер. И С-витамин – это наиболее эффективное спасение от многих характеристик преждевременного старения клеток. Также при добавлении теломеры были длиннее. Снижалось воспаление и целостность клеточных ядер. А это есть признаки более молодых клеток. У мышей также спасал стареющие клетки от преждевременной смерти. Е-витамин замедляет возрастное укорочение теломер. И также увеличивает их. Но опять-таки здесь были все токоферолы. Не просто один Е-витамин. Рыбий жир увеличивает длину теломер на людях. Дозы были от 1250 до 2500 мг рыбьего жира. Также каротоноиды. Например, тот же каротин, лютеин, зиоксатин увеличивают теломеры. Например, рыбий жир также продлевает женскую репродуктивную жизнь. Замедляет старение яичников. Спирулина уменьшала некоторые печёночные маркеры, которые обычно у старых мышей, а не у молодых. Улучшала кишечную микробиоту. Повышала иммунитет. Снижала воспаление. Увеличивала количество лактобацилл и разбурии. В кишечнике. Ну и поскольку там очень много бета-каротина, также они поднимают иммунитет и улучшают, конечно, функцию тимуса. Цинк. Ну, видите, здесь у пожилых людей почти 30% дефицит цинка. Ну и цинк подавляет воспаление, защищает от инфекций, антиоксидант, поднимает иммунитет. Ну, также таким же образом, то есть он размер тимуса, то есть приводит в норму. Ну и даже зрение улучшает у пожилых людей. Поэтому, конечно, цинк тоже необходим. Астаксантин. Это антиоксидант. Замедляет процесс старения кожи. Подавляет воспаление в коже, которое вызывает облучение ультрафиолета. Улучшает эластичность кожи и морщины. В исследовании участвовали 18 женщин в возрасте 35-60 лет. И дозировки были 6 и 12 миллиграмм в течение 16 недель. И, конечно же, улучшилась эластичность кожи, но был лучший результат именно где 12 миллиграмм. Там была и эластичность кожи лучше, и защита от ультрафиолета тоже была лучше. Куркумин. Куркумин активирует белки, которые помогают отсрочить клеточное старение и продлить продолжительность жизни. Но куркумин плохо усваивается, и лучшая его комбинация с биоперином. То есть это, например, увеличивает доступность в 30 раз. Ну или с фосфолипидами. А так, вообще-то, куркумин, он может помочь при многих заболеваниях. Но с ним надо быть, конечно, осторожно. Потому что небольшие дозировки, они полезные. А большие, они не всем полезные. И более того, они могут вызывать, наоборот, клеточное старение. Ну а так, куркумин, он увеличивал продолжительность жизни у червей. Ну и, в принципе, в Индии тоже некоторых болезней нету. Поэтому куркумин, в принципе, полезная вещь. Здесь, например, он с биоперином. Вариант. ЕГЦГ. Это опять из зелёного чая, да, компонент. Он замедляет старение и увеличивает продолжительность жизни. У насекомых и у крыс продлевал жизнь. Антиоксидант. Восстанавливает минтрохондральные функции. Но, конечно, его надо начинать уже пить раньше. Потому что он в молодости и, скажем так, в среднем возрасте может больше. Потому что, например, уже старение, оно уменьшало реакцию на ЕГЦГ. Поэтому даже если вы начинаете пить зелёный чай, то начинайте пить его намного раньше. Потому что в старости он вам уже тоже мало чем поможет. Карацин. Это пигмент шафрана. Защищает от старения кожи, вызванная ультрафиолетом. Антиоксидант. Снижает воспаление и снижает гликозирование.